Здравствуйте друзья. В этом видео я вернусь к уже неоднократно затрагиваемой мной тематике управлением устройствами, которые изначально не поддерживают прямую интеграцию в умный дом. А посредником между ними и умным домом будет служить универсальный пульт дистанционного управления, способный заменить собой любые инфракрасные радиопульты. Также мы рассмотрим пример добавления в Home Assistant не поддерживаемого штатного устройства из интеграции Broadlink. Будет много примеров, а в конце видео приведен рабочий кейс по управлению кондиционером из Home Assistant. Модель Broadlink Bestcon RM4C Pro. Беспроводный интерфейс Wi-Fi 2.4 ГГц. Частота для EK диапазона 38 кГц. Частота для RF диапазона 315 и 433 МГц. Дальность работы EK до 8 метров. Дальность работы RF до 50 метров. Питание microUSB. Потребляемая мощность около 1 Вт. Условия работы. Влажность до 85%, температура от 0 до 50 градусов. Размер 45,7 на 51 мм. В данном случае пульт был доставлен из локального украинского магазина, ссылку вы найдете в описании, так как стоимость была более чем конкурентна с Алиэкспресс. На белой коробке изображено устройство и указан бренд Bestcon. На задней стороне перечислены краткие технические параметры и есть еще одно важное упоминание, о работе с Broadlink. Собственно поэтому я и вынес это слово в заглавие обзора. По сути это и есть Broadlink. В коробке, кроме собственно универсального пульта, нашелся кабель питания USB, microUSB и пара инструкций. Одна от производителя, другая от Broadlink. Блок питания в комплекте не идет, этот момент нужно учитывать. Устройство имеет вид небольшой бочки. Однако, в отличие от так сказать родных моделей Broadlink, дизайн тут немножко сложнее и интереснее. Верхняя часть выполнена из темного прозрачного для инфракрасных лучей материала. ИК-диоды внутри направлены во все стороны, так что как повернуть гаджет разницы нет. Рядом с разъемом питания находится кнопка перевода и изменение режима сопряжения. В нижней части по кругу сделана перфорация, хотя устройство совершенно не греется. В центре находится что-то вроде замка защелки, хотя никаких креплений в комплекте нет. Для включения устройства нужно при помощи комплектного кабеля подключить его к любому подходящему источнику питания, зарядки от телефона, удлинители с USB, зарядной станции и т.п. Индикатором активности служит светодиод на противоположный от порта питания стороне. В режиме сопряжения он светит синим, в режиме обучения и отправки команд желтым. Приложение Intellectual Home Center, которое у меня стояло ранее, отправило меня устанавливать обновленное приложение Broadlink. Еще раньше помнится, использовалось приложение E-Control, ну да ладно. Переходим к добавлению нового устройства. По умолчанию устройство находится в режиме точки доступа, его светодиод мигает не очень часто небольшими сериями. Для переключения в режим умной настройки, нужно удерживать нажатую кнопку возле разъема питания, пока светодиод не начнет мигать часто. Я подключил в режиме по умолчанию, для этого нужно найти новую сеть Broadlink Wi-Fi Device. Действительно нашлась такая без пароля, подключаемся к ней, а при сообщении что сеть не имеет подключения к интернет указываем все равно использовать ее. Согласно указаниям мастера подключения нужно временно отключить и мобильный доступ к сети. Далее указываем параметры своей домашней сети и ждем пока завершится процесс подключения. И в конце, необходимо указать комнату в которой будет находиться пульт, а также можно изменить его название. Эти установки можно поменять в любой момент. Теперь устройство добавлено в систему, пока тут нет ни одного пульта. Совсем скоро мы начнем разбираться с тем, как их сюда добавлять. А пока зайдем в настройки. Тут есть один очень важный переключатель, который отвечает за видимость устройства в локальной сети. Для интеграции в Home Assistant его обязательно нужно отключить. Также стоит проверить версию прошивки. Перейдем к добавлению пультов для управления устройствами. Выбираем соответствующий пункт меню, далее ИК и РФ устройства и наконец выбираем героя обзора. Теперь у нас появилось большое меню с различными классами устройств, а также с возможностью обучения существующего пульта. Для начала добавим телевизор. В первом окне мастер подключения просит проверить, что телевизор управляется не с Bluetooth пульта. Мой телевизор Xiaomi Mi 4, хотя и комплектуется как раз Bluetooth пультом с микрофоном, но при этом прекрасно управляется по ИК каналу. Первая же предложенная схема заработала, телевизор включался, корректно регулировал громкость. Нажимаем внизу на кнопку, работает хорошо и пульт добавляется в систему. Остается указать локацию для устройства и название, теперь у нас есть один пульт и одна новая строка в общем списке. Теперь перейдем к кондиционерам. Тут тоже есть предупреждение, что в этой категории можно подключать пульты с экраном, на котором отображается полная информация о состоянии, которые отправляют одной командой сразу все настройки, температуру, режим, скорость вентилятора и т.п. Для других есть отдельная категория. Мой кондиционер попадает под Full State. Далее выбираем производителя и тестируем предложенные схемы. Проверяем реакцию кондиционера на экранные кнопки. У меня он завелся на первой же схеме. Подтверждаем выбор аналогично как мы это делали с телевизора. Теперь в списке уже два устройства, которые изначально не предполагались для управления умным домом. Добавим обучаемый пульт, для устройства которое не находится в предложенных категориях или производителях. Изначально добавляется просто пустой пульт, в который необходимо будет добавить кнопки. Далее предлагается выбрать тип пульта и его интерфейс ик или радио. Для начала обучим командам с ик пульта. Тут все довольно просто, включаем режим обучения, направляем пульт донор в сторону нашего героя и нажимаем не удерживая нужную кнопку. После этого можно проверить корректность отправки считанной команды. Если устройство корректно отработало полученную с универсального пульта команду, подтверждаем это и затем выбираем подходящую иконку и название для новой кнопки. Для всех последующих команд на этот пульт его тип уже указывать не надо. Таким образом обучаем всем необходимым командам, которые сможем теперь повторять. Теперь разберемся с радио пультами. Создаем новый обучаемый пульт и в меню интерфейса указываем радио. Далее запускаем режим обучения и тут у нас есть две опции. Исходный пульт есть в наличии или нет. Если выбрать что пульта в наличии нет, то далее нужно будет подобрать вручную, либо найти в инструкцию, на какой частоте работает управляемое устройство и попробовать спарить с ним универсальный пульт. Насколько я понимаю, он будет перебирать пока устройство не отреагирует на него. Все проще когда у вас все же пульт есть. Тогда не надо угадывать частоту его работы, а запустить, ссылка внизу под кнопкой, режим сканирования частоты. При этом надо нажать и удерживать любую из кнопок пульта донора, пока герой обзора не определит и покажет его частоту. Далее все аналогично ик-командам. Указываем найденную частоту, уже без удержания коротким нажатием обучаем команде, тестируем реакцию устройства, выбираем имя и иконку. В базовом приложении есть и автоматизации. Других устройств от экосистемы у меня сюда не добавлено, поэтому смогу поэкспериментировать только с этим пультом. Логика тут привычная. Есть триггер, то что вызывает сработку автоматизации. Действия, то что автоматизация делает. И при необходимости условия, это дополнительные параметры при соответствии которым автоматизация будет работать. Вот вариант включения охлаждения кондиционера по заданному времени, в 6 часов вечера в будние дни. Например чтобы возвращаясь домой с работы, воздух уже был прохладным. И нечто подобное включение телевизора. Вместо него может быть например музыкальный центр по утрам, что-то вроде будильника, который сложно проигнорировать. Так как на коробке была указана совместимость Google Assistant, я решил проверить и это. Взаимодействие построено стандартно, на уровне подключения аккаунта, который перебрасывает в дом те устройства, которые могут с ним взаимодействовать. В этом случае пульт телевизора и кондиционера. Добавленные и обученные вручную не пробросились. Но управление тут очень лаконичное, только включить и выключить, как для телевизора, так и для кондиционера, который будет активироваться в последнем настроенном режиме. Так что попросить ассистента сделать прохладнее или переключить канал, по крайней мере на дату этого обзора не получится. Теперь перейдем к работе устройства Home Assistant. Для этого нам понадобится выяснить его IP адрес и очень желательно закрепить его, чтобы при очередной перезагрузке роутера или его обновлений он не поменялся. Через меню настройки интеграции ищем ту, что называется Broadlink, она штатная, отдельно добавлять не нужно. В следующем окне необходимо ввести IP адрес подключаемого устройства, поэтому я и сказал о необходимости его закрепления на роутере. По состоянию на дату этого видео, интеграция Broadlink не поддерживает RM4C Pro. В следующем разделе видео мы добавим эту поддержку вручную. Если у вас устройство добавилось нормально, то эту процедуру вы можете смело пропустить. Для того чтобы начать что-то делать, нужно сначала выяснить все подробности. В журнале Home Assistant видим запись, что устройство 0x6184 не поддерживается интеграцией Broadlink. Не буду утомлять вас историей своих поисков и экспериментов, скажу лишь, что необходимые запросы на добавление уже открыты. А мы перейдем к практической части. Как сделать так, чтобы неподдерживаемая модель заработала в Home Assistant. Сразу опишу готовый рецепт. Нам необходимо зайти по SSH на консоль сервера с Home Assistant, тут показана версия с Raspbian и Supervised установкой. И забраться в внутренности контейнера Home Assistant. Все команды и примеры вы найдете по ссылке в описании. Внутри контейнера нам нужно перейти в папку с файлами штатной интеграции Broadlink. Вывод списка файлов не обязателен для решения нашей задачи, просто для иллюстрации. Нам нужен файл init. Открываем его при помощи редактора для настоящих Unix админов VI. С каждой минутой работы в нем, вы будете чувствовать как у вас отрастают борода и свитер. Вся задача сводится к добавлению еще одной строки в перечень поддерживаемого оборудования, так как все остальное для героя обзора стандартно. Для перехода в режим редактирования надо нажать клавишу i. После этого из приложенного мной текстового файла, копируем строку устройства 0.6184 и вставляем ее в этот файл при помощи правой клавиши мыши. Проверяем корректность, выравниваем. Для выхода из режима редактирования нажимаем Escape, а для сохранения изменений двоеточие и W. Для выхода из редактора двоеточие, Q и восклицательный знак. Вот так настоящие админы редактируют свои конфиги. Для выхода из контейнера набираем команду exit. После этого нужно перезагрузить Home Assistant. Есть один момент, после каждого обновления Home Assistant, эту процедуру придется обновлять до тех пор, пока не будет добавлена штатная поддержка. Возвращаемся к подключению устройства, теперь его поддержка есть в системе. Повторюсь, что предыдущий шаг временный, пока эту поддержку не сделают штатной. Интеграция предложила сложно считаемое имя написанное иероглифами. Меняем по своему усмотрению на более смысленное и понятное. Запись для устройства добавлена, при необходимости можем указать для него помещение. Добавленный гаджет относится к домену remote. Когда-то для Broadlink использовались свои специфические службы, теперь они стандартизированы. Приступим к обучению командам, для этого я буду использовать скрипты. Напомню, что все рассмотренные примеры есть в текстовом виде в приложенном файле. Для обучения используется специальная служба remote learn. Далее указываем какое устройство будет обучаться команде. Следующие настройки задают описание обучаемой команде. Имя устройства указываем как хотим, например TV. И название команды, например power. Сохраняем, перегружаем и запускаем скрипт. На универсальном пульте на 30 секунд загорается желтый светодиод. В меню уведомлений приходит сообщение о том, что нужно нажать указанную клавишу на пульте доноре. После нажатия светодиод гаснет, команда сохранена. Давайте выясним где она физически хранится. Для доступа к ней при помощи штатного редактора File Editor, нам через меню Supervisor нужно зайти в его конфигурацию и найти папку Storage в списке игнорируемых. Убираем ее, сохраняем, после чего аддон перезагружается. Теперь в папке config у нас отображается ранее скрытая папка Storage, в которой ищем файл, который называется набор link remote. В нем и видим информацию о устройстве, команде и сохраненный код в виде набора символа. Этим набором кстати можно делиться с другими владельцами пультов Broadlink. Как отправлять команды в виде сырого кода я покажу далее. Аналогично добавляем и другие клавиши, например повышение уровня громкости. Новый код добавится к этому устройству. Обратите внимание, что ик коды имеют одинаковый набор символов в начале команды. Теперь добавим код с радио пульта. Основной синтаксис тут такой же. Служба remote learn, указываем название устройства, команды, но в конце добавляем ее тип RF. Тут обучение происходит в два этапа. Сначала сканирование, на Broadlink загорается желтый код, на пульте доноре нажимаем и удерживаем кнопку. В течении секунд 30 база определяет частоту, диод гаснет, отпускаем кнопку. Диод загорается снова, на пульте теперь коротко нажимаем и отпускаем кнопку команде с которой хотим обучить. В файле появляется новое устройство и команда. Обратите внимание, что ее код кардинально отличается от ик команд. Именно символы в начале и позволяют понять базе, как отправлять этот код, по ик или радиоканалу. Конечно если нужно обучить нескольким командам с одного пульта, удобнее сделать это за один раз. В таком случае в скрипте просто перечисляем название тех команд которые мы хотим сохранить. Далее просто следуем за подсказками в уведомлениях, нажимая поочередно все команды из перечня. Вот все команды сохранены в той очередности в которой мы указали в скрипте. При повторном обучении старая команда заменяется новой. Логика отправки команд подобна обучению, для этого используется сервис remote send и указываем с какого устройства слать. Далее указываем устройство и название команды, пишем то же что и при обучении. Данные берутся с уже рассмотренного нами файла. Если команду нужно повторить несколько раз, например актуально для громкости, указываем число повторов в параметре repeat. Можно и просто задать список команд, это удобно для кейсов где нужно повторять одну и ту же последовательность, которую можно забить например на одну кнопку. Как я упоминал в начале, команды можно отправлять в сыром виде, копируя код указанный в кавычках в файле storage. В начале такой команды нужно указать prefix b64. Для такого формата работает и последовательность команд. Еще раз уточню, что выучить команду вы можете на одном пульте Broadlink, причем даже другой модели, а воспроизвести на другом, это позволяет даже передавать свои команды другим пользователям аналогичных устройств. Если вы по какой-то причине захотите удалить сохраненную команду, вручную это сделать не удастся, она все равно появится в файле, да и можно случайно прихватить лишнее. Лучше использовать специальный сервис remote delete и пульт чтобы система знала в каком файле ее искать. Далее как при обучении и отправке указываем из какого устройства и какую команду удалять. В качестве практики приведу кейс управления кондиционером. В моем случае при нажатии любой кнопки, пульт передает сразу все параметры, температуру, скорость, режим и так далее. Поэтому я заранее настроил нужный мне режим работы и теперь мне нужно выучить всего два кода, причем с одной кнопки on off. В одном случае на устройстве передается полностью все настройки работы, во втором команда на выключении. Создаю скрипт для обучения, в котором перечисляю команды, охлаждение и выключение для устройства кондиционер. Обучаю пульт и проверяю, что в файле появились две строки. Одна команда для включения режима охлаждения с заданными параметрами, вторая для выключения. Создам для удобства отдельный пакетч, его вы тоже найдете в приложенном файле. Тут создам раздел switch, буду использовать платформу шаблонов. Для получения обратной связи от кондиционера я буду использовать счетчик потребления питания, если мощность более 10 ватт значит он включен. Как вариант можно использовать установленный на закрылках гиркон. При включении этого свеча будет срабатывать сервис отправки команду кондиционеру на охлаждение. Соответственно при выключении команда, которая отключает кондиционер, все довольно просто. При желании это необязательно, можно украсить свитч иконкой которая будет менять свой вид в зависимости от его статуса. Имея свитч который управляет кондиционером, можно сделать и сущность климат. Это термостат, который будет поддерживать заданную температуру в комнате и управлять кондиционером. Указываем созданный нами шаблонный свитч. Сенсор температуры на показания которого будет ориентироваться создана нами сущность, затем целевую температуру которую он будет поддерживать, максимальную и минимальную температуру для ползунка. А в этом разделе устанавливаем значение true, тогда термостат по умолчанию настроенный на нагрев, будет заниматься охлаждением. Указываем значение температурного коридора, в примере полградуса вверх и вниз от целевой температуры. Режим инициализации охлаждения, можно поставить выключено, как нужно для вашего кейса. А так будет выглядеть эта сущность при визуализации стандартной картой Lowless термостат. Полностью в автоматическом режиме она будет включать кондиционер при достижении верхней границы температурного коридора и выключать при достижении нижней. Обычно подобные кейсы имеют обвес из дополнительных автоматизаций, которые например будут отключать термостат и кондиционер в ночное время, при открытии окон, при обнаружении людей и т.д. Но это уже тема для отдельного обзора. На этом все, сегодня у меня получился наполовину обзор наполовину очередной урок по работе с Home Assistant. Показанные примеры указаны для всех моделей EK RF контроллеров Broadlink, ссылку на текстовый файл вы найдете в описании. Надеюсь что видео было вам полезным и интересным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые обзоры и уроки. Кроме YouTube, у меня есть канал в телеграмм, где я публикую интересные новости из мира умного дома, а также ссылки на интересные товары по этой тематике. Кто хочет поддержать мой канал финансово, это можно сделать на патреон, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.